Творчество как стиль жизни. В День театра Ивановский колледж культуры широко распахнул свои двери для всех желающих. Традиционно будущих абитуриентов и просто любопытных встречали забавными пантомимами. Праздник захватывал участников буквально с порога. Каждый желающий заниматься творческой профессией найдет, безусловно, что-то по своим устремлениям, привязанностям, вкусам и так далее. То есть у нас, как я уже сказала раньше, и поют, и танцуют, и ставят праздничные мероприятия. Для гостей в этот день подготовили обширную программу. Все желающие могли поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, попробовать себя в хореографии, режиссуре, сценическом и музыкальном искусстве. Для тех, кто потерялся в разнообразии профессий, здесь же проводят тестирование на профориентацию. Творческая профессия – это призвание, в первую очередь, призвание души. Человек, который выбирает творческую профессию, он такой, знаете, немножечко не всегда нормальный в каком-то плане, с точки зрения человека обычной профессии. И творчество – это умение дарить людям радость. Это, в первую очередь, умение работать за душой человека. Вот, наверное, этим оно и отличается. Мы ценим не материальное, а мы ценим, в первую очередь, душу. А вот торжественную часть начали не с номеров и постановок. Колледж для всех присутствующих объявил минуту молчания в памяти погибших в пожаре в Кемерово. Только после этого студенты показали, чему успели научиться. На моей специальности очень много практики, что позволяет в краткий срок, даже вот за первый курс, получить базовые практические навыки. И вот я, например, начал уже работать со второго курса аниматором и вполне успешно работаю, и мне все нравится. С начала своей работы Колледж культуры выпустил более 9 тысяч молодых специалистов. И, по словам педагогов, все они нашли свое призвание и место в жизни. Творческие профессии, конечно, востребованы не так, как, например, медсестры, врачи, учителя, инженеры. Но такие профессии, как актер, вокалисты, они, безусловно, имеют место в нашем банке данных и востребованы на рынке труда. Для творческих людей весь мир – театр. Играть в нем учатся как раз в Колледже культуры. А с миром художников и красок в воскресенье всех желающих познакомят училище имени Малютина. Там также пройдет день открытых дверей. Мария Попова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.